Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Святослав Савенков. Рад приветствовать вас в нашей студии. Вы смотрите передачу «Разберемся». Данный проект мы, Одинцовское телевидение, делаем совместно с общественниками. Вместе с ними, а также с вами, мы стараемся разобраться с наиболее важными и актуальными событиями в жизни Одинцовского района. Сегодня мы поговорим о проблемных компаниях-застройщиках, о тех, кто обещает, но не делает или делает слишком долго. Если у вас имеются какие-либо вопросы и предложения, наш телефон 508-86-84. Звоните, задавайте свои вопросы представителям общественной палаты Одинцовского муниципального района. В наших гостях сегодня Василий Васильевич Лозан, председатель комиссии. Здравствуйте. По промышленности, инновациям, экономическому развитию, предпринимательству и инвестициям. Еще раз здравствуйте. Добрый вечер. А также Андрей Александрович Блащинский, председатель общественного межкомиссионного экспертного совета. Здравствуйте, добрый вечер. Рад, что вы к нам сегодня приехали. Компании-застройщики – это тема, которая достаточно часто в последние, к сожалению, месяцы поднимается в средствах массовой информации. Действительно, у нас в районе их работает немало, и немалое количество из них привлекает к себе так или иначе какое-то нехорошее внимание пайщиков этих компаний, дольщиков компаний, иногда даже правоохранительных структур. Давайте в целом ситуацию проанализируем. Начнем с общих вопросов. Что у нас вообще сейчас с застройщиками в районе происходит? Почему некоторые из них действительно не справляются со своими обязательствами? Ну, вы знаете, Святослав, вы сказали, что, к сожалению, часто поднимается эта тема. А я бы, наверное, сказал, что к счастью. Потому что если раньше вопросы и проблемы дольщиков, пайщиков, они как-то, ну, может, замалчивались, может быть, и игнорировались, то сейчас и власть, и общественность, она придает большое значение и большое внимание уделяет этой проблеме. Проблема существует. Она существует не только в Одинцовском районе, она по всей России. Но если брать наш район, у нас есть, скажем так, свои антилидеры в этой ситуации. Есть более порядочные, можно даже сказать, адекватные застройщики, с которыми ведется диалог, которые дают обещания и, ну, практически на 80% их выполняют. Поэтому мы работаем в этом направлении, мы держим контакт с инициативными группами, выезжаем регулярно на эти встречи и пытаемся, конечно, эту ситуацию побороть. Ну, в данном случае, я думаю, вы согласитесь, давать обещания не значит их выполнять. Насколько все-таки действительно вот эти вот встречи с проблемными компаниями-застройщиками действительно оказываются действенными? Ну, давайте конкретно. Есть такая компания, акционерное общество «Аллиотстрой». Это жилой комплекс «Гусарская баллада». Последнее время мы очень плотно, мы это общественная палата, очень плотно занимаемся 30-м корпусом «Гвардейская-9». Общаемся с инициативной группой, порядка, наверное, трех-пяти встреч уже было. Выезжали туда. Есть некие подвижки. Но сказать, что ситуацию мы в корне изменили, конечно, это будет нечестно. Сама ситуация давайте для наших телезрителей, в общем-то, озвучим. Ситуация, наверное, рядовая. 29 апреля этого года было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию, то есть дом был сдан и введен в эксплуатацию, Минстроя Московской области, с опозданием на 2,5 года. Счастливые дольщики в данном случае, значит, были на седьмом небе. Все, дом сдан, значит, нам сейчас сдадут квартиры. Так вот, с апреля месяца на сегодняшний день, это четырехсекционный дом, третья-четвертая секция, где-то квартиры уже сданы по акту приема-передачи жителям, но их туда не пускают. Ситуация вообще какая-то нереальная и фантастическая. Дом сдан в эксплуатацию, но третья-четвертая секции не подключены ни к воде, ни к канализации. Я уже не говорю о том, что громадное количество вопросов и к качеству, и к полноте внутренней отделки, но вот представьте, что вы заходите в свою новую квартиру и можете из третьего подъезда перейти в четвертый, не выходя на улицу. То есть порой даже межквартирные, межподъездные перегородки не выполнены. То есть ситуация, ну не знаю, она вопиющая, кричащая. Вот мы буквально в субботу встречались с инициативной группой, было очень много людей. Правда, в этот раз к нам соизволила выйти управляющая компания «Гусарская баллада». И главный инженер пообещал, что до 10 октября вода и канализация в третьей-четвертой секции будет сделана. А не могу не спросить, как дом вообще был сдан в эксплуатацию, если там какие-то конструкции, ну несущие-несущие, не могу сказать, но какие-то конструкции, значит, межподъездные не выполнены. Вы знаете, зачастую, к сожалению, существует такая практика, когда люди ждут долго своего жилья, то под натиском общественного гнета, скажем так, власть идет навстречу и вводит в эксплуатацию дом в том состоянии, в котором он есть. Ну если там 90% готовности, то в принципе, вот как считает Минстрой, можно ввести его в эксплуатацию. Но факт в том, что людей-то в квартиры не пускают, то есть они как были без квартир, так и остались. Что они получили? Они сейчас, не входя в свои квартиры, третья-четвертая секция в данном случае, они вынуждены платить коммунальные услуги. То есть это какой-то маразм. Коммунальные услуги, фактически, которые им не предоставляют. Они подписали акты приема-передачи, но в квартиры свои так зайти и не смогли. Ну как, вы имеете в виду, что зайти-то они могут? Нет, их не пускают физически в эти квартиры. А как, значит, чего? Они дают ключи им? Ничего не дают. Люди пишут обращение в Минстрой, то есть в орган, который вводил в эксплуатацию этот дом. И в Минстрой отвечают, что по данным застройщика, значит, разрешение на ввод в эксплуатацию было выдано, квартиры готовы, идет передача квартир. То есть людям тяжело, они, конечно, обращаются в общественную палату, в администрацию, в данном случае, на территории которой находится этот жилой комплекс, в администрацию района, и мы пытаемся. А все-таки данный факт введения в эксплуатацию дома, фактически местами недостроенного, он разве происходит не после какой-либо инспекции Минстроя? Разве это все на честном слове держится? Это именно так. Именно честное слово. Я не знаю, я не могу говорить за комиссию, которая вводила данный дом в эксплуатацию, но те моменты недоработки застройщика, которые видим мы, они прямо противоречат тому разрешению, которое было выдано. Я сомневаюсь, что сначала ввели в эксплуатацию, а потом построили обратно, что называется. А есть ли сейчас какие-то сподвижки, будет ли перерасчет по коммунальным платежам с людьми, вообще какой-то контакт с местными службами? Сейчас работаем вместе с инициативной группой. Очень хорошие ребята, то есть занимаются буквально круглосуточно. На этой встрече мы договорились, что у нас будет проведена совместная встреча с директором управляющей компании «Гусарская баллада». Мы все вопросы под протокол запишем, зададим, послушаем ответы и подумаем, как действовать дальше. На данный момент у вас, получается, связь имеется, ну понятно, с инициативной группой и с управляющей компанией, которая занимается. С управляющей компанией, с местной администрацией помогают тоже информацией, какими-то встречами. Но, понимаете, на вопросы должны отвечать те, кто на эти вопросы отвечать должны. Извините за тавтологию. Но, тем не менее, управляющая компания должна ответить, в связи с чем происходят начисления. Руководство акционерного общества «Алиудстрой» должно объяснить, почему не выполнены те или иные работы строительные, когда они будут выполнены. А непосредственно сами счетчики горячей, там, холодной воды, они установлены? Нет, счетчики отсутствуют, да. Счетчиков нет, но счет при этом приходит, я так понимаю, да? Да. Ну что ж, действительно странная ситуация, но, по всей видимости, не единственный, да, вот у нас адрес, не единственная компания-застройщика имеется. Какими еще вы организациями занимаетесь? Ну, вы знаете, как говорили, да, из раннего, у нас есть такая компания «Рантект». Ну, не знаю, какая-то у меня, может быть, личная к ней позиция, но я начинал заниматься, в принципе, не только этой компанией, а аффилированной к ней управляющей компанией «Квартал» еще летом. Были жалобы, были просто стоны. Управляющая компания не выполняла свои функции, мы встречались, слава богу, на сегодня управляющую компанию поменяли, но остались вопросы к застройщику «Рантект МФД». По конкретному адресу, я так понимаю. Да, это улица Садовая, дом 24. Буквально недавно, мы вот 24-го числа, мы встречались с инициативной группой и с общественным советом при Минстрое. Приезжал его председатель, мы прошли, показали, посмотрели, послушали. И буквально там через, по-моему, два дня, 26-го, по-моему, числа, уже в эту ситуацию включился глава Денцовского района, Андрей Роберт Ильич Иванов. Вот была расширенная встреча. Дело в том, что на встречу с общественниками руководство «Рантект» не приходит. Нам данная ситуация известна, как раз-таки моя коллега присутствовала на данном мероприятии. Уважаемые телезрители, я сейчас предлагаю вам посмотреть, как проходила данная встреча и что удалось выяснить. Строительство многоквартирного дома по адресу улица Садовая, дом 24, началось еще в 2010 году. Разрешение на ввод строительного объекта в эксплуатацию было принято 16 октября 2014 года. Застройщиком является ООО «Рантек МФД». Жители новостройки считают, что их дом находится в неприглядном состоянии и фактически брошен застройщиком в недоделанном виде. Разобраться и помочь собственникам жилья в их ситуации, а также задать вопросы застройщику, лично приехал глава района Андрей Иванов. Как показывает практика, только при участии первых лиц как города, так и района, мы можем созерцать с удовольствием руководство «Рантек», которое дает обещания и, к сожалению, периодически, систематически их не исполняет. Ключевыми проблемами дома стали отсутствие противопожарной системы, постоянные сбои с вода и теплоснабжением, освещение на придомовой территории, асфальтирование, безопасность детской площадки, поврежденные входные двери, фасад, козырьки над подъездами, а также заброшенные чердаки. Панорама из окон верхнего этажа высотки впечатляет, однако внутри дома явно царит беспорядок. Тут какие-то люди построили, теперь мы остановили. Вы ли это все некрасиво? Нету прозрачности, вы людей обманываете. Обычно чердаками управляющая компания занимается. Ряд проблем, больших или мелких, существует в любом жилом доме. И кто-то может утверждать, что в данном случае это просто мелочи и прихоть жильцов, которые завышают планку уровня своей жизни. Мол, в других многоэтажках есть проблемы более крупного масштаба. Но с этим можно и не согласиться. Ведь люди купили жилье в новом доме за собственные и немалые деньги. Они имеют полное право на комфортные условия, не ожидая, когда произойдет очередной сбой в системе жилищно-коммунального хозяйства. Ведь на дворе 21 век, и каждый, по крайней мере, должен стремиться жить в условиях, которые приняты мировыми стандартами. Сегодня принято решение вместе с жильцами составить большой единый альбом проблем с подробной фотофиксацией. По всем замечаниям, которые мы сегодня видели, подрядчик дал подтверждение, что своими силами будет исправлять. Это ключевое в нашей работе. Сделал плохо – исправляй. По итогам встречи принято решение, что в ближайшее время претензии жителей будут удовлетворены. И к новогоднему празднику их пожелания сбудутся. Ну что же, как видно, власть в нашем районе в курсе данной проблемы. В общем-то, занимается ей достаточно подробно, пристально. Сейчас давайте выясним общественной палатой, в общем-то, насколько продвинулся за эту неделю данный вопрос. А я вам напоминаю, уважаемые телезрители, что наш телефон – 508-86-84. Сегодня мы говорим о компаниях-застройщиках, которые так или иначе вызывают проблемы. Если у вас имеются вопросы, звоните – 508-86-84. Ну что же, действительно, совещание прошло. Высказаны были надежды на то, что ситуация изменится. Но, в общем-то, какова она на сегодняшний день и на этот час? Ну, вы знаете, за неделю те вопросы, которые были поставлены главой района, выполнить невозможно. Ну, понятно, сложно. Но есть ли какие-то сподвижки? Вы знаете, там ведутся работы, ведутся более активно, чем велись раньше. Ну, вот это, наверное, и хорошо, и плохо, что потребовалось вмешательство главы. Хорошо, потому что ситуация, в принципе, сдвинулась, да, и руководство «Рантект» прибыло. А плохо, потому что, ну, не на каждый дом глава района может выехать. А таких проблемных домов много. По итогам данной встречи, по поручению главы, значит, до 1 декабря работы дорожные должны быть закончены, то есть асфальтовое покрытие, и по благоустройству, и фасаду здания до 15 декабря. Посмотрим. Традиционный уже вопрос, насколько, в общем-то, с вами сама компания застройщик работает, именно сообщественная организация, насколько она открыта для ваших вопросов, предложений? Хороший, правильный вопрос, вы знаете, наболело. По «Рантекту» это самая, ну, как бы ее назвать, самая необщительная компания, что с жителями, что с общественной палатой. Мы не раз приглашали представителей на встречи, чтобы просто, ну, послушать, как бы, люди хотят знать. Они не приходят, по разговорам жителей идет хамство даже, идут какие-то такие непонятные разговоры в адрес жителей. Поэтому, вот, к сожалению, пришлось вмешаться в главе. А по поводу все-таки хамства, мы о чем сейчас конкретно говорим? Мы говорим о каких-то там отдельных, да, в рассказываниях именно каких-то операторов и так далее? Или действительно организаторов, в общем-то, там, строительства, руководителей компании и так далее? Ну, вы знаете, я лично не присутствовал при хамстве, а когда присутствовал, его не было. Но, наверное, стоит этот вопрос задать Алексею, который там является главным инициативщиком. Вот, ну, просто хамят, потому что люди задают конкретные вопросы, хотят слышать конкретные ответы. С ними просто не общаются и разговаривают, ну, по меньшей мере, непорядочно. Ну, словом, дают понять, что, в общем-то, разговоры и не хотят устраивать. Да, да. Давайте приемлемо звоночек от нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, я хотел спросить, но немножко, может, не относится к этому вопросу. Вот по поводу выключения света в 8 утра. Так. Вот мы вводим детей в школу по улице Молодежная, и в 8 часов утра, когда еще темно, там такие переходы неосвещенные через дорогу, постоянно выключается свет. Нельзя ли как-то хоть немножко минут на 30 продлить хотя бы, чтобы хоть полдевятого выключали? Там, возможно, всегда аварии, всегда травмы при переходах. А территориально примерно вы о каком месте говорите? Это улица Молодежная, школа номер 13. Хорошо, спасибо большое за звонок. Ну, в данном случае, я так понимаю, речь идет о каких-то достаточно плановых, да? Ну, я думаю, что есть график включения и отключения наружного освещения, дорог и улиц. Ну, самое кемень, понимаете, самое кемень. В это время дети идут по одиночке через дорогу, и в это время вырубается свет. Ну, если вот, смотрите, имеется действительно, да, обращение, то есть, действительно, детей водят, и, в общем, время действительно у нас такое не самое светлое, прямо скажем, зима, гололед. Вот, можно ли как-то предложить, да, нашему комплексу ЖКХ, который занимается данным вопросом, все-таки что-то изменить в графике непосредственно включения и отключения? Ну, по правилам программы в любом случае это обращение является зарегистрированным, поэтому мы профильной комиссии этот вопрос передадим, ну, и зададим его тем службам, которые вправе его решать. А есть ли вообще какие-то прецеденты, может быть, не обязательно в нашем районе, да, когда действительно именно городские службы, ну, положительно реагируют на такие обращения и что-то меняют? Ну, вы знаете, из последнего была проблема на улице Белорусской с освещением, причем она была, ну, наверное, с полгода месяца 8, очень много обращений было, ну, выехал, насколько я знаю, выехал, все управление выехало администрацией города, прошли, проинспектировали эти улицы, посчитали фонари, и на сегодняшний день эта проблема устранена. Словом, надеяться, да, что можно по меньшей мере надеяться, что получится. Я думаю, что на встречу жителям власть должна идти всегда. Ну что ж, давайте вернемся к нашему рантекту многострадальному. Вы говорили о том, как с вами работают, вернее, наоборот, никак не работают, да? Ну, а как вы можете, в общем-то, на это повлиять, если вы именно общественная организация? Ну, как мы можем повлиять? Вот смотрите, мы совместно с инициативной группой, да, мы же не можем общественной палатой переодеться, выйти и достроить дом. Это не в наших силах. Что мы можем? Мы можем просто, наверное, быстрее открывать те двери, которые медленнее открываются простым жителям. Мы можем и в Минстрой, как вот в данном случае было обращение к общественному совету. То есть это помощь, прежде всего, жителям. И мы стараемся оказывать ее в полном объеме. На эти проблемные объекты обращают внимание, когда они поднимаются постоянно в прессе, в соцсетях, быстрее обращают внимание действующая власть. Это, я так понимаю, как раз основная причина того, что понадобилось вмешательство, в общем-то, главы района в ситуацию с компанией-застройщиком. Вы знаете, у нас вмешательство главы района, как вмешательство Путина в стране. Вот если какая-то проблема, открытые прямые эфиры задают вопрос Путину, и губернатор, или главы городов, их быстро решают. Это, конечно, в корне неправильно, но нам делать нечего. Да, мы стучимся и главе района, и главе города, и просим о помощи вместе с жителями. И эту помощь нам периодически оказывают. Предлагаю принять еще один звоночек от нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, вы насущное промерло решаете, а у меня тоже есть такой вопросик насущный. Может быть, не совсем корректно, но вот я живу здесь в районе 13-й школы, мужчина тоже звонил, как бы вопрос был по поводу освещения. Здесь не только освещение, у нас здесь еще садик находится, 15-й рядом с нами. И заставляется все машинами. Машины ставятся на пешеходные дорожки. Пройти нереально. Вечером идешь с работы, по лужам, по грязи, по кустам, пробираешься к подъезду. Вот сегодня я шла с работы, дама поставила машину. Я сделала замечание. Она здесь на меня выразила кучу грязи вылила. Номер машины ее А-940. Давайте не будем, да, в личную жизнь человека вмешиваться. Нет, ну потому что, вы знаете, что называть быдлой из-за того, что я пытаюсь пройти по пешеходной дорожке, ее малолетний сын оскорбляет меня, угрожает. Это уже уровень культуры, к сожалению, конкретного человека. Ихний разговор. Так он бежал до подъезда, пытался у меня телефон из кармана выхватить. И я еле удержалась. На ногах. Мне 65 лет. И со всеми так поступают здесь. Ну, я надеюсь, что все-таки не со всеми. Действительно, с культурной, с точки зрения, ну, везде есть люди, которые ведут себя совершенно не так, как принято в обществе. Ну, пожалуй, это перебор, да, говорит, что прямо со всеми так себя ведут. В любом случае, я услышал главное, да, то, о чем вы говорили, это непосредственно установка, парковка машин на, в общем-то, тротуарах, пешеходных переходах. За эту информацию спасибо вам большое. Ну, я так понимаю, что в данном случае у нас речь идет о парковочных местах, вернее, их нехватке, правильно? Ну, вы знаете, на сегодняшний день администрация ГП Одинцова своему муниципальному предприятию закупила дополнительные эвакуаторы. То есть, да, это проблема острая, но ей занимаются. Вот, ставятся ограждения на тротуарах, чтобы люди не ставили машины. Ну, как вы сказали правильно, культура жителей оставляет желать лучшего порой. А что касается фотофиксации, видеофиксации нарушений, то нужно просто зайти на сайт госавтоинспекции. Там есть раздел, куда можно все эти нарушения выкладывать. И я думаю, что будут приняты меры административного воздействия к данному водителю. Ну, вы в данном случае имеете в виду непосредственно парковка, да, в неположенном месте, да? А насколько вот вообще оперативно подобные службы могут действительно выехать на место и прям-таки вот запротоколировать факт нарушения? Я не могу сказать за госавтоинспекцию, но МУП «Автостоп», который работает на территории городского поселения Одинцова, они работают достаточно объемно и вывозят достаточно большое количество машин. Наверное, горожане видят это на улице Маршала Бирюзова, на улице Северной. То есть работа ведется, посмотрим, как будет дальше. Проблемы эти есть, и они всегда будут, потому что всегда найдутся водители, даже при наличии там 100 метров свободных мест на парковке, он все равно поставит на тротуаре против своего подъезда. Давайте еще один звоночек примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, и мы вас слушаем. Здравствуйте, это 62-й дом Можейского шоссе. Знаете, я к общественной палате обращаюсь. Я два раза задавала вам вопрос. Почему мне ни разу не ответили? Я вопрос задавала, не загадку, а вопрос. Так, ну давайте послушаем. И так я не получила ответа. В нашем доме есть счетчики на подъезды. Мы должны за освещение подъезда платить по счетчикам. Но нам почему-то тариф дают, норматив дают, и каждый раз, каждый месяц прибавляют нам. Припоминаю, припоминаю, вы нам звонили. Действительно, этот вопрос я прекрасно помню. Вроде бы, да, переводили мы к вам этот адрес. Причем, действительно, вроде бы и не один раз. Если действительно женщина, ну, смотрите, у нее, насколько я помню, ситуация следующего характера, о чем она сейчас, в общем-то, и говорила. По ее мнению, абсолютно неправомерное увеличение, просто в какой-то геометрической прогрессии, да, счетчика за свет, если я не ошибаюсь. То есть там идет счет на вообще какие-то невероятные тысячи, по сравнению с тем, что было несколько месяцев назад. Ну, я понял, здесь, что значит вопрос к общественной палате? Это вопрос к управляющей компании. Если управляющая компания выставляет такие счета, и у вас стоит индивидуальный прибор учета, в данном случае электроэнергии, то вы каждый месяц снимаете до 10 или до 5 числа, как у вас это предусмотрено, подаете данные в свою управляющую компанию. Может быть, идет речь об общедомовых? Об общедомовых идет речь. Да, если стоит общедомовых. Да, про подъездные, насколько я сейчас слышал. То есть про подъездные, но почему-то в каждом подъезде счетчик. Обычно общий счетчик стоит на весь дом. То есть это просто надо разобраться. Тут вот создается впечатление, что ситуация какая-то не вполне ясная. Ну, вы знаете, так тяжело говорить. Нужно взять документы, посмотреть и задать вопрос тем, кто их выставляет. Если мы вам конкретно данные, наш оператор передаст вам после эфира данные конкретного человека. Я лично займусь, да, я завтра же созвонюсь и с управляющей компанией, и с заявителем. Я думаю, вопрос мы этот разрули. И у нас есть еще один звоночек, давайте примем его. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте. Я житель Можайска, 191, и житель улицы Чекина, 1. То есть между нашими домами строится громадное здание. Мы обращались к общественной палате, ко всем депутатам, и даже к Иванову, как к «Единой России», о том, что у нас нарушается постоянная часы тишины. Они должны быть по закону с часу до трех, строитель начинает громыхать, с часу до двух. Час они, смотрите, не соблюдают и не смотрят. А нас здесь 89% стариков, которым глубоко уже за 70. Это я вам точно говорю. Спасибо большое за звонок. Ну, в общем-то, да, это достаточно известная ситуация. Думаю, вы согласитесь, даже не столько с конкретным адресом, а со стройками в принципе. Понятно, что невозможно отодвинуть стройку куда-то там в бесшумное место, потом перенести готовый дом, поэтому, в общем-то, жалобы по поводу шума рядом со стройками это, наверное, одна из самых таких распространенных жалоб. Да, к сожалению. Но, тем не менее, действительно есть стандарты, когда можно работать, когда нельзя. Да, стандарты. Действительно ли нарушают? Да, стандарты есть, то есть закон о тишине, он существует. Вот как он выполняется, это уже второй вопрос, да, это лежит на совести именно строителей, застройщиков, либо подрядчиков, да, то есть зачастую они нарушают. То есть у них есть свой план, есть, скажем так, скорость сдачи дома, да, либо там объекта в эксплуатацию, вот, окончание строительства. И, ну, понятно, что им надо быстрее прийти, быстрее выполнить работу и по-быстренькому оттуда уйти. Соответственно, как бы, чтобы это все быстрее прошло, они работают там в одна, две, а то и в три смены работают. Вот, то есть мы посодействовать, как бы, помочь можем только единственным, да, есть закон и есть органы исполнительной власти, да, это наша полиция на сегодняшний день. Ну, единственное, что это только обращаться, звонить, то есть, как бы, там сейчас... А вы можете, прошу прощения, что перебиваю, каким-либо образом спровоцировать, допустим, рейд действительно правоохранительных органов по проблемному адресу, ну, если вы там связались с застройщиком, да, если застройщик явно на контакт не идет, если к застройщику все равно, что он там мешает людям и так далее. У вас имеется такая возможность? Нет, рейд мы можем, не то, что, как сказать, спровоцировать, да, ну, я имею в виду совместный провести. Мы можем провести, да, там совместный рейд, то есть в определенное время, то есть выйти там и увидеть фактически, да, там проводятся какие-либо шумные работы, да, в неположное время, потому что если раньше там была привязка к децибелам, то на сегодняшний день, насколько мне память, не изменяет, в законе внесены изменения, и там четкая конкретная привязка к часам, то есть с какого по какое время можно производить те или иные работы, вот, то есть шуметь, не шуметь, тихие работы, не тихие работы, то есть здесь самый оптимальный вариант – это сразу же вызывать наряд полиции, который будет прекращать все действия. Скажите, а какие вообще меры воздействия могут быть по отношению к застройщику, которого вот схватили на таком? Это административный штраф, я так понимаю. А до какого примерно порядка? Не могу сказать, не буду. Ну, там несколько десятков, сотен тысяч рублей. Да, то есть там надо учитывать, что это юридические лица, как правило, да, и у них… И ответственность их более высокая, чем физических лиц. Ну, сразу в 10 раз, скажем так, больше. То есть на гражданина на тысячу, на юридическое лицо там 10 тысяч, да, ну это я так образно говорю. То есть представляете. У нас имеется еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос по поводу… Дом у нас на Толубка, дом 3, корпус 1. У нас вот тут две управляющие компании воюют между собой, в итоге присылают жителям две квитанции одновременно. Это ООО «Элитстрой» и вторая квитанция управления МОСОБО «Одинцово». Как быть жителем? Вот у меня на руках сейчас ровно две квитанции с разными суммами за ноябрь месяц. И присылают это каждый месяц. Естественно, люди боятся платить. Какая компания победит, мы не знаем. Я прошу прощения, не расслышала, а как вам обращаться можно? Светлана. Светлана, а вот на данный момент как с этой проблемой разбираетесь? Платите какой-то конкретной компании или обеим? Как сейчас-то с этим? Ну, вы вот сами думаете, как это мы будем платить обеим компаниям невероятные суммы. Мы же тут все обычные жители, правильно? Нам лично я в последние два месяца не плачу вообще, потому что потом свои деньги не вернешь. И так же, как и многие жители нашего дома. Хорошо, Светлана, я вас понял. Да, и как быть жителем вообще в этой ситуации? Андрей Александрович хочет вам ответить. Вообще, да, мне тоже знакома эта ситуация. Нередко нам звонят по поводу этого вопроса. Вы, похоже, знаете, да, что сказать? Да, дело в том, что вся эта неразбериха возникла после 1 мая, когда некоторые компании не получили лицензию. А те, кто получил, они, знаете, как начали биться ожесточенно за дома. Элитстрой получила лицензию. У них есть лицензия до 1 мая. Но по данному адресу управляющей компанией является на сегодняшний день акционерное общество управления жилищного хозяйства. Элитстрой проводил там общее собрание, которое было проведено с нарушениями. В данном случае вводят в заблуждение жителей. То есть, давайте прям инструкции, да, кому платить жильцам? Давайте так, инструкции такие. Заходите на сайт Одинцова город. Это официальный сайт администрации городского поселения Одинцова. Там есть горячая линия ЖКХ. Прямо отдельно, возле фотографии главы города. Нажимаете, выдается ссылка, графики, промежуточные графики проведения открытых конкурсов. Нажимаете на эту ссылку, это все очень просто. Находите свой адрес и видите, с какого числа ваша управляющая компания. Если что-то непонятно, там есть номер телефона, который, он постоянно работает, это телефон рабочий, живой и реальный. Звоните, сотрудники всегда вам ответят на основании чего, почему и с какого числа, какая управляющая компания. Главное, кому платить, чтобы не попасть в просекцию. Совершенно верно. Ну, мы сегодня довольно много говорим о компаниях, действительно довольно проблемных. У нас нет ли компаний, которые, ну, приличные, или которые, допустим, действительно попали под какие-то подозрения, вызвали недовольство, затем все-таки как-то исправились, показали, что действительно это была ошибка. Ну, вы знаете, здесь надо отделить управляющей компанией, компанией застройщика. Я чисто про застройщику. По застройщику, ну, я думаю, у Василия Васильевича есть. Я прошу прощения, давайте еще один звонок примем, потом, значит, поговорим. Здравствуйте, мы Вас слушаем. Алло? Да-да, мы Вас слушаем, здравствуйте. Могу говорить? Можете говорить. Я живу в Одинцовский район, всего Успенская. Так. Мы живем в прекрасном месте. У нас все, свет горит, тепло идет, дороги чистые. Ну, просто идеальный поселок. Так, вы хотите, чтобы мы отправили что-то. Но у нас был единственный киоск, в котором продавались газеты и журналы. Ну, хозяйка его закрыла, потому что ей не понравилась аренда. И теперь вот, 21 век, шикарный поселок, на берегу Москва-реки, без единой газеты. Все. Вот. Ну, спасибо за звонок. Ну, я так понимаю, сам киоск-то закрылся, с этим ничего не поделался. Это коммерция, да? Ну, вы знаете, здесь, в принципе, Успенское действительно очень благополучное поселение. Я знаю лично и главу Горяева Владимира Владимировича. Я просто вам искренне рекомендую обратиться напрямую к главе, либо к руководителю администрации. И поверьте мне, ну, на 99% этот вопрос... Киоск вернется. Да, и проблема будет решена так или иначе. Либо вернется киоск, либо газеты будут там раздаваться в администрации Успенского. И как это вообще много где в районе у нас реализуется. Да, совершенно верно. Ну, что же, давайте вернемся, да, к нашей компании, компаниям, которые, ну, как-то исправляются. Да, есть ли такие? Да, есть такая компания. Это компания «Стройтехинвест». Она, наверное, одна из самых первых, которая звучала, скажем так, в позиции негатива. Она пережила очень многое за все свое время. Но вот на сегодняшний день, скажем так, она подходит к финишну, да, к своего негатива. И, пускай, кстати, не достроит, она уже достроила все-таки этот проблемный дом. Да, и насколько мне известно, то есть они... А по какому адресу дом? Это вокзальная, корпус 10 строительный адрес. Вот, значит, они уже дом, я знаю то, что документы там подаются на ввод в эксплуатацию. А долго с ними приходилось работать? Ну, мы с ними работали интенсивно, плодотворно. Встречи раз в две недели. Встречи у нас были организованы исключительно прямо на... Фактически ручной режим за всеми работами, да, осуществляемыми. Ну, как, мы приходили, то есть как-то выработалась такая концепция, то есть с дольщиками. Они, в принципе, обратились и, могу сказать, поверили, да. Ну, и мы оправдали, да, то, что они от нас ожидали. То есть мы их держали постоянно в курсе дела, что происходит, на каком формате. Значит, раз в две недели мы посещали, так скажем, называемые рабочие планерки от заказчика и с подрядчиками, с генеральным подрядчиком. То есть мы слышали все. Хватает финансирования, хватает рабочих рук. Не хватает финансирования, соответственно, либо не хватает рабочих рук. То есть когда слышишь оппонентов с разных сторон, и когда они друг другу что-либо говорят, ну, соответственно, мы с вами делаем выводы, и они при этом же делают свои выводы. То есть я вот правильно услышал, собственно, ключевое отличие того, о чем вы сейчас говорите, то есть компании «Стройтеханвест», да, от других организаций, о которых мы сегодня упоминали, в том, что, в общем-то, у вас есть и всегда был диалог. Вот началась проблема, да, и при этом сразу же начались какие-то попытки вместе как-то разобраться с этим, правильно? Да, я также могу, скажем так, напомнить, мы уже не раз о ней говорили, то есть при самой первой встрече, когда родоначальником этого диалога, не знаю, как бы был в присутствии главы Одинцовского района, да, то есть было принято решение, то, что общественная палата спокойно там по приглашению, по желанию, по инициативе заходит на рабочие встречи, заходит на объект строительства, как бы, да, и реально видит, и докладывает. И фиксирует, да, ситуацию. Да, то есть фиксирует эту ситуацию, докладывает ее дольщикам, вот, соответственно, дольщики получают информацию, да, то есть какая она есть на самом деле. То есть на сегодняшний день я знаю уже много дольщиков, которые просмотрели свое жилье, то есть выявили недостатки, застройщик принял от них в письменном виде все претензии, которые, да, то есть и гарантировал до ввода, скажем так, дома в эксплуатацию, устранить эти все недостатки, вот, то есть это на сегодняшний день это одна из самых продуктивных, которые руководство, как бы, идет навстречу всегда, то есть в диалоге, в предоставлении информации, то есть я могу сказать, что это одна из передовиков, которая вышла на лучший уровень по сравнению со странами. То есть, другими словами, в общем-то, у нас факт того, что какой-то застройщик стал проблемным, да, не является приговором ни строительства, ничего. Абсолютно верно, да. Хотя все-таки, вот, опять же, видимо, зависит это от организации, всегда от организации. Ну, вы знаете, когда есть общение, тогда проблемы решаются. Когда общение отсутствует, тогда у каждого своя позиция, и каждый отстаивает свою позицию, они зачастую полярные. Ну что же, я благодарю, что вы к нам сегодня пришли, будем следить за вашей работой, у вас ее, ну, видите, разные точки зрения, либо, к счастью, либо, к сожалению, много, да, вот, и в дальнейшем будем вас, конечно же, обязательно приглашать на наш эфир, и будем надеяться, что все-таки проблем, да, не поднять этих проблем на поверхность, а вообще проблем станет меньше. Спасибо, что приезжаете. Спасибо. Уважаемые телезрители, вы смотрели передачу «Разберемся», сегодня вы говорили о проблемных компаниях-застройщиках. Напоминаю, что наш телефон 508-86-84. Вы можете звонить нам в течение всей недели, оставлять свои вопросы, предложения, которые мы переправим в общественную палату Одинцовского района. Кроме того, на официальном сайте общественной палаты вы можете воспользоваться формой обратной связи или написать электронное письмо. С вами был Святослав Савенков. До встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok